Слушайте доктора! 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 Ну, работая на службе диагностики этих заболеваний, я все время сталкиваюсь с одной и той же проблемой. У женщины, в первую очередь, почему она не идет к доктору. Страх. Или второе, это не касается меня. То есть кого-то либо другого, но меня это не касается. Мне даже кажется, в первую очередь не касается, а если появляются какие-то сомнения и намеки на что-то там, потом страх включается. Да, страх. Ну, страх это понятие такое растяжимое. То есть одно дело, страх идти к доктору, это надо перебороть. Здесь огромная должна быть работа, связанная, может быть, с психологами, может быть, просто сам просвет, работа наша добрая, которая проводилась в Советском Союзе в добром, в наши добрые старые времена. И вообще та работа, которая проводилась ранее, она очень хорошую себя зарекомендовала во всем мире. Советская школа, я имею в виду Советскую школу, потому что, слава Богу, стаж 30 лет уже и захватили и то, и другое. Вот, все, что было лучше, там, к сожалению, мы утеряли, поэтому сейчас возвращаться на эти позиции такого массового скрининга, обследования, все равно стоит как бы на первом месте. Скрининга в обследовании женщин, да, то есть не тогда, когда женщина что-то у себя находит, то есть когда женщина находит что-то у себя, все равно это какой-то имеет уже размер, объем, вот, поэтому это заставляет оттолкать ищу к врачу. А скрининги в том и заключаются, что женщина здоровая, она идет на какие-то обследования, будь то ультразвуковое обследование, что сейчас повсеместно широко применяется, как в частных клиниках, так и в государственных медицинских учреждениях. Ну, маммография – золотой стандарт обследования. Именно на этих обследованиях женщины обнаруживают или женщины говорят, что у вас вот тут какой-то, допустим, узловой, непонятно каких-то размеров маленькое образование. Почему говорим о маленьких? Потому что, еще раз повторяю, скрининг выявляют непальпируемые образования, те, которые женщина не может самоопределить. Даже как бы она себя хорошо не обследовала, а самообследование у нас в России стоит на первом месте. По любому поводу. По любому поводу. То есть, женщина себя очень хорошо знает. Я всегда сравниваю это как с хорошим макияжем или с маникюром. Вот женщина умеет себе делать маникюр хороший, вот так и грудь она себя должна смотреть. Она лучше себя-то знает. Или ее партнер хорошо знает ее грудь. Лучше с любого доктора. Это очень повезет, конечно. Как это называется, Михаил Анатольевич, болезнь невнимательных мужей. Да, 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 конечно. Потому что мужчины, конечно... Или болезнь нелюбимых женщин. Нелюбимых женщин. Так, к сожалению, в России очень много одиноких женщин. Я вот просто буду такие комментарии с сайта, которые я упомянула, прор.ру вставлять. 30% российских женщин не посещает врача по причине отсутствия свободного времени, как они говорят. 41% утверждают, что их ничего не беспокоит, а 6% просто не видят необходимым посещение врача. Ну, вот опять же, вот эта информационная вся политика, которая у нас не так ярко проводится, допустим, как за границей, да, отсутствие многочисленных частных клиник с хорошим оборудованием, с хорошей диагностикой. И страх женщинам прийти к врачу и все-таки сказать, что вот я хотел бы вас обследоваться. У нас пока еще не так много, хотя я вспоминаю, может быть, года 90-е, даже вот не так, это вроде 20 лет назад, это там 25 лет назад прошло. Но тогда казалось, что 30-летняя заболеть женщину, это просто был казуистик, были крайне редкие случаи такие, что основной контингент заболеваний все-таки 45-55 лет. Ну и инвалидивная форма, то есть это возрастные формы рака молочной железы, это когда уже человек доживает по возрасту до рака молочной железы. Не надо нас больше забывать, что рак молочной железы – это все-таки гормонозависимый процесс, и он подталкивает женщин репродуктивного возраста. А почему частота возникла? Я примерно скажу так. Все-таки это… Почему увеличивается, да, количество? Нет, почему увеличивается количество заболеваний? То есть это, во-первых, потому что это отсутствие родов. Поздней беременности. Женщины стали мару просто рожать. Если вспомним царскую Россию, у нас было в каждой семье по 9 человек, по 8 человек, по 6 человек, и в принципе не было такого эпидемического… То есть успешной беременности и роды, последовавшие, а не аборт. И кормление. Аборт – это вообще, конечно. Аборт – это дело очень страшное. Страшное. В том числе это один из факторов, правильно? Очень даже. Существенный фактор. Аборт – это существенный фактор. Вот это наши, видите, экономические передряги в России, политические всякие устройства. Женщина толкает от того, что она не рожает, она очень мало рожает. Одного-двух ребёнков – это максимум, что она может сделать за свою жизнь. А мы знаем, чем дольше яичник отдыхает, тем меньше риск заболеть раком молочной железы. Чем больше яичник работает, тем больше вероятность заболеть раком молочной железы. Страны южные, такие как Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан… Где много детей. Где многодетельные семьи до сих пор, у них такой уклад жизни. Ну вот, поэтому рак практически встречается очень крайне редко. Именно молочную железу. У нас же в Европе, в России, он стоит на первом месте по смертности у женщин. Вот хорошо, что Вы сказали, в России и в Европе, потому что увеличивается количество заболевших по всему миру и в странах передовых экономик, о которых говорят, Запад, да, Европа и Америка, точно так же, как у нас, рост заболеваемости. Это всё, так сказать, понимаете, у нас такая… Потому что фактор тот же самый. Поздние роды, мало детей, раз, экология, два. Да, сохранение формы груди женщины иногда, если ей рожают ребёнка, то они стараются её не кормить, переводят его на искусственное к кармению, чтобы сохранить форму груди. А лактивующий фактор для молочной железы – это немаловажное значение. То есть насколько грудь дольше в процессе лактации или кормления ребёнка, то есть это полтора год, хотя бы так, да, то есть яичник опять же находится как бы в отдыхе, да, они в отпуске, они отдыхают. Женщина не менструирует, когда она кормит грудью. Поэтому для этого фактор тоже очень хороший. А когда женщина прекращает кормление или искусственное вскармливание, боясь потерять форму груди, конечно, это фактор риска, то же самое. Фактор риска. Гинекологические заболевания тоже приводят к тому, что женщина сталкивается… Если что ты нашёл в малом тазу, как говорится, ищи в груди. Если ты нашёл в груди, ищи в малом тазу. Такой негласный, такой есть лозунг у гинекологов, акушеров. По приказу должен смотреть, конечно, акушер, как первичное звено. Приказ 572 Минздрава России, то, что это входит в компетенцию врача, акушера, гинеколога. То есть это врачи первого звена. Заниматься профилактикой, как бы мы вот не хотели, то есть нам не предварить рак. Мы не можем заставить женщину ржать больше. Я не могу дать, например, рецепт женщине, что вот вам такой рецепт, вы родите, и у вас всё пройдёт, да? Хотя нередко такие слова звучат, потому что другого ничего просто нет. Женщина спасается только через чадородие. То есть рождение детей выводит на другой, как бы, уровень. Она меняется и в социальном плане, и в психологическом плане. Она становится матерью. Это очень огромное значение имеет, как бы, рождение детей. Ну, а у нас так нередко бывает, что мы даём рекомендации, там какие-то препараты для профилактики, да? Ну, сами знаете, профилактика рака, это, опять же, идёт очень глубинное. Это с профилактических мероприятий. То есть мы стоим... Я лично, как бы, для себя считаю, как врач-онколог, моя задача найти ранее форму, диагностировать её. И сейчас есть в арсенале все средства. Такие как... Вот, сейчас, я всё время придерживаю это. Подождите. Да, я всё время придерживаю, именно потому что мы с этого всегда начинаем наши программы. А я уже сказала, что обычно всё это пролетает мимо ушей. Но мы с вами очень важные вещи подчеркнули, которые, мне кажется, должны женщин заставить задуматься и посчитать у себя факторы риска, да? Вот мы сказали, что про аборты, которые увеличивают риск заболеваемости до полутора раз. Поздние малочисленные роды, вы сказали. Краткосрочное кормление грудью, да? Ранние первые менструации, между прочим, до 12 лет. Ну, то есть это говорит о том, что девушка, девочка, которая ранее менструирует, у неё очень активный, очень высокий астрогенный фон. То есть гормональный фон именно женских половых гормонов очень высокий. Поэтому раннемесячная менархия, так называемая первой менструации, или позднее закончание менструации, это также одинаково. Поздний климакс. Это старше, там, 55 лет, да, считается это, конечно, тоже факторами риска. Потом, а вот потом уже идут такие факторы, как алкоголь, лишний вес, да? Наследственность. Очень важно. Наследственность, конечно. В этом мы тоже сегодня скажем, как диагностировать. Питание и стрессовые ситуации. Мне кажется, что вот среди всего этого избыточное пребывание на солнце, которое очень часто упоминается почему-то, оно вообще не в первых рядах далеко. Правда же? Да, конечно. Михаил Анатольевич, ну вот, если вы что-то такое, и ещё курение, конечно, да? Ну, курение вообще-то, конечно, фактор такой. Последний. Не только. Не самый первый. Он не первый, но и не последний. В раке груди. В раке груди, к сожалению. Потому что это тоже ведь курение нас к чему ведёт? К нарушению микроциркуляции сосудов. То есть очень неблагоприятный фон создаёт, конечно. Так вот я хочу что сказать. Так же, как и ожирение, избыточный вес. То есть подкожная клетчатка, она вырабатывает те же астроены, причиной которой является рак молочной железы. В большинстве своём случаям избыточный вес. Вот. В большинстве случаев. Да. Вот я насчёт того, что рак не приговор. Да? При ранней диагностике. Не приговор. При ранней диагностике. Давно не приговор. В случае ранней диагностики вероятность полного выздоровления декларируется, вот на сайте, на который я ссылаюсь, достигает 94%. Десятилетняя выживаемость. Вот сейчас Вы со мной соглашаетесь, киваете головой. Вот про это расскажите, пожалуйста. Я ещё раз повторюсь, что для чего образованы маммологические центры, маммологические кабинеты, да? То есть это всё создано для того, чтобы выявить раннюю форму рака. Раннюю форму рака, то есть это непальпируемая форма рака, то есть которую женщина не может сама себе определить. И если определяется, то опухоль достигает, ну, менее двух сантиметров во всех её размерах, да? То есть это та стадия, при которой женщина вполне может поправить своё здоровье с наименьшими экономическими, как бы, затратами. Это должны знать и руководители предприятий, которые приглашают специалистов на профилактический осмотр, да? Это и скрининговое задание, когда мы исследуем молочные железы повсеместно, или тот же диагностический приём, задача выявить раннюю форму рака. Чем раньше выявлена форма, тем легче проходит всё лечение. В чём оно заключается? На сегодняшний день единственная локализация – это рак молочной железы, который очень хорошо лечится химиогормонной терапией. Но на первом месте всё-таки остаётся хирургический этап. Хирургический этап, он в последние годы очень резко изменился. Если раньше было такое выражение – маленький рак, большой разрез, независимо от того удаляли всю молочную железу. Очень были количества… Женщины впадали просто в панику, у них развивалась депрессия. Они не знали, как себя чувствовать будут после этой семейной трагедии, драмы. Хотите, как-то снижение сексуальной активности у женщины. То есть у женщины теряла себя. То есть кто-то мне сказал как-то, одна из пациентов сказала, «Женщина без груди, как птица с одним крылом, летать не может». Поэтому сейчас у нас в настоящее время, в последние годы, очень широко пошли развитие так понятия, так сказать, онкопластической хирургии. То есть при ранних стадиях, чем раньше женщина обнаруживает у себя процесс, на приёме ли или самостоятельно ли, она должна смело идти к доктору, спокойно обследоваться, подтверждать диагноз, пусть это будет неприятность, пусть это будет какое-то время переживания и действительно горе. Но надо с этим смириться, от этого никуда не избежать, не делать, не убирать голову в песок, а двигаться дальше. Современное достижение онкохирургии не очень огромное. Сейчас практически при любой локализации опухоли в груди, объём молочных желёз. То есть наличие сейчас имплантантов, наличие экспандеров делает операцию практически незаметной по внешним признакам. Женщина не очень понимает. Вы расскажите несколько вариантов. Мы сейчас, например, скажем про радикальную резекцию, с этого начнём. Просто расскажите про три этих варианта, чтобы представляли себе. Ну, радикальная резекция. Что такое радикальная резекция? Радикальная резекция, то есть удаление части молочной железы с опухолью и плюс окружающая ткань, плюс лимфодисекция. Это на начальных стадиях? На начальных стадиях. То есть сохраняется полностью практически вся молочная железа. Раньше убиралась одна треть. В последние годы стали ещё более как бы локально убирать, то есть практически до секторальной резекции. И отдельно убирали просто лимфатические узлы. В последние годы стали убирать только даже сторожевые лимфоузлы. То есть те узлы, которые находятся на страже от тока явных метастазирующих, то есть когда опухоль даёт метастаз, она идёт по какому-то определённому пути. Вот этот путь доктор-онколог, он его пресекает. То есть удаляется сторожевый лимфоузел, проводится его диагностика гистологическая. Вот если там всё чисто, то дальше не трогают никаких лимфоузлов. Это называется лимфодисекция. Эта операция ведь была ещё продумана Николаем Ивановичем Пироговым, светила нашей хирургии. Он ввёл тогда термин ампутация железы по Пироговому. Ну вот видите, всё разращается на круге соя в несколько видоизменённом виде, с современными реалиями такими. Поэтому сейчас делается роза сократно. Это всего несколько маленьких надрезов. Да, то есть это два, надо сказать, два разреза, отдельных разреза. Это может быть один небольшой общий разрез в зависимости от локализации опухоли. Но тем не менее, внешняя грудь ничем не отличается здоровой. Практически никаких дефектов нет. Если локализация позволяет, не позволяет сделать радикальную резекцию, тогда онкологи-хирурги прибегают к операции, так называемой, онкопластической хирургии, реконструктивной хирургии одномоментной или двухмоментным способом. Но чаще всего всё-таки женщина просыпается с двумя молочными железами. То есть когда уже всё сделано, всё поставлено. Во время одной операции удаляется полностью железа, в которой была ухода. Удаляется полностью железа. Это удаляется как подкожно, то есть сохраняется кожный чехол. Удаляется молочная железа с лимфоузлами. Всё отправляется на гистологическое исследование, на иммуногистохимию, чтобы посмотреть гормонозависимый опухоль или насколько она активна. А на место этой железы? А на место этой железы ставится имплантант, силиконовый имплантант. Он бывает... Анатомический. Анатомический, как правило. То есть он повторяет всю форму груди по размерам уже. То есть со здоровой железой сравнивают и до операции уже всё подводят. Мало того. Иногда могут и здоровую грудь подтянуть одновременно. Мало того, некоторые женщины с удовольствием умудряются в этот же момент добиться ещё и косметического эффекта. Как бы это вам сейчас не казалось странным в этот момент, но поверьте, те, которые ложатся уже под нож хирурга в этой ситуации, если они думают о будущей жизни, женщина всегда думает о красоте, какой она будет после этого. О телесной красоте. И в этот же момент, да, у неё происходит ещё и пластическая операция, которая её преображает. Поэтому сейчас в мире, вот, будучи, допустим, в Италии, в Милане, мы видели, я вот был на конференции, там бригада у них онкологов, работают хирургов, и бригада пластических хирургов тут же, то есть они меняются. Онкологи делают свою работу, приходит пластический хирург, делают тут же свою работу. Но нередко сейчас и онкологи, пластические хирурги в одном лице. И у нас в России делают эти операции? И у нас в России делают их повсеместно. Повсеместно. Повсеместно делают эти операции, поэтому не надо ничего. Будем надеяться, что скоро и у нас будут тоже в Кирове делать такую операцию. Начинает. Это хорошо, да. Это хорошо, я знаю, что обучаются хирурги этому. Да, надо, конечно, надо двигаться вперед все равно, потому что вот это только за, двумя руками за. Но в ближайших, в ближайших к нам там крупных пунктах такие операции делаются уже очень давно. Во всем привозка в федеральном округе. Делаются. Делаются. А если не удается делать одномоментную операцию сразу же с косметическим... Даже вот, Светлана, есть такие вот понятия, да, есть такое понятие, что дать женщине почувствовать, что дать она, она все-таки с одной грудью. Когда женщина просыпается сразу после проведения пластической операции, онкопластической операции, она немножко может иногда недооценивать свое состояние, что у нее состояние было, допустим, смертельно. Она заболевает, что у нее рак был, она думает только о том, что, ах, вот тут что-то как-то несимметричное, маленькое, что-то тут не то. А, да, надо об этом сказать. Она не дает понять ей вот само заболевание, что у нее было смертельное все-таки заболевание. Вот. Это все-таки рак, а не что-то там другое, да. И простуда. Поэтому, да, поэтому на какие-то маленькие дефекты можно простить и закрыть на это руку. А вот когда женщина приходит на двухэтапный момент на операцию, на двухэтапный момент на операцию, который проводится через там полгода, допустим, да, то есть когда сформировался рубец, и когда женщине подлежит там введение экспандера, то есть это временный имплантант, который постепенно раздувает. Растягивает кожу. И уже вторым этапом вставляем имплантант, который соответствует здоровью молочной железе. Но это, Михаил Анатольевич, в случае, когда невозможно сохранить кожные покровы, поскольку были метастазирующие вещи. Или метастазирующие были, или опухоль достигала уже более больших размеров, чем, допустим, первая, вторая стадия, да, уже где-то третья стадия. То есть всё равно женщина не остаётся без молочной железы. То есть при хорошем раскладе на сегодняшний день, ещё раз повторюсь, конечно, рак молочной железы лечится очень хорошо. Единственная локализация, которая даёт очень превосходный результат при правильном подходе, когда женщина, не пугаясь, идёт и доверяется врачу, доверяется клинике, в которую она обращается. Ну и врачей, конечно, тоже немало зависит, какой подход психологичек надо настроить женщину. Да, вот сейчас, подождите, мы про это скажем, только давайте договорим про двухфазную операцию. Это значит, удаляется полностью грудь и кожа, она заживает, это рано, дальше вводится туда эспандер. Когда формируется полностью рубец, он становится, так сказать, нет никаких воспалительных процессов. Вводится эспандер, который подкачивается, постепенно растягивает ткани, кожу и мышцу, которая находится там. Не надо лежать в клинике, она просто приходит на приём амбулаторный в поликлинику или в кабинет врача, где врач, просто зная расклад и ход операции, объём, который нужно создать женщине, потихоньку вводится в физиологический раствор в этот эспандер. И где-то примерно через год происходит повторная операция. Даже может быть пораньше, наверное. То есть растяжка с эспандером, она происходит в пределах, может быть, квартала 3-4 месяца. А потом уже женщине предлагают второй этап. Косметическая операция. Да. То есть убрать этот эспандер временный и поставить постоянный имплантант. И вот здесь очень важно то, что Вы сказали, действительно, психологические особенности, которые сопровождают разные ситуации уже в процессе лечения. Вот первое, на что я обратила внимание, когда Вы сказали, при одномоментной операции, когда убирается железа и ставится имплант, женщины действительно часто просыпаются и забывают о том, что у неё было, какой диагноз, сколько мучений там у неё было. Психологических она вроде чувствует себя хорошо, она выглядит хорошо, но вот тут что-то перетянутое, здесь что-то как-то не так, и начинается... А, да, оценивать себя с эстетической точки зрения. Причём сразу. Сразу после операции, не дав ни 2, ни 3 месяца восстановиться организму. До полугода. Да. А почему это происходит, Михаил Анатольевич? Это происходит потому, что, ещё раз повторюсь, сделано в том, что женщина не видела себя ущербной. То есть она просыпается, она ушла с двумя молочными железами на операцию, она и просыпается с двумя молочными железами, то есть она не оценила этого дефекта. Это раз. Это раз. Но второе, я Вам скажу, это то, что ей не очень сразу иногда объясняют, что нужно подождать какое-то время, что будут корректирующие ещё какие-то, может быть, вмешательства. Об этом надо, конечно, говорить с пациенткой сразу. Конечно, основательно. Оговаривать об осложнениях. Даже сейчас обязательно женщины подписывают документ согласия такой, где описаны все вот эти возможные побочные эффекты. Может быть, расхождение швов, может быть, инфицирование ранее, всё может быть. Но документ документом, но надо поговорить. Не надо бояться задавать вопросы. Не надо бояться задавать вопросы, не надо бояться на них отвечать. Потому что врач, для того он и врач, чтобы объяснить всё от и до пациентки. Чтобы не было никаких вопросов после того. Как говорится, после драки кулаками, что махать теперь, когда уже всё сделано. Поэтому я считаю, что информация для пациентки очень важна, полная, все объемлющие, чтобы никаких, не надо приукрашивать ничего. Самое главное, приукрас, когда мы приукрашиваем, мы немножко как бы даём пациентке такой, значит, совсем положительный такой шанс, что всё вообще там, да, всякое бывает. Раки бывают агрессивные, течения очень злые, как говорится. Раки бывают менее злые. Вот, в зависимости всё от дифференцировки. То есть бывают качественные онкологии, бывают низкокачественные, низкодифференцированные формы, которые очень тяжело поддаются лечению любому. Вот, но, тем не менее, никто, никто это не отменяет. И наоборот, сейчас всех всё-таки радуют за то, что всё-таки проводить одномоментно операцию. Ну вот мы не зря сегодня сделали именно на этом акцент. А почему мы сегодня говорили про такие операции? О ранней диагностике. В том числе и эстетические, кроме того, что действительно заболевание сейчас лечится. Главное, что называется, следить за собой, обращаться к правильным специалистам, задавать много вопросов. Ну и заботиться о себе прежде всего, конечно же, заботиться. И тогда и вам, и вашим близким эта болезнь не помешает жить дальше и наслаждаться этой жизнью. Но, конечно, это не отменяет того, что существует, как вы сказали, Михаил Анатольевич, множество разновидностей рака, которые, к сожалению, не позволяют достичь таких результатов. Но в основном это не касается ранних стадий, да? Тогда, раз мы про ранние стадии говорим, давайте вернёмся к моменту диагностики. Кроме того, мы начали с того, что женщина сама себя может обследовать, её мужчина может ей в этом помочь. Но что нужно делать? И не только после 40 лет, как это вот нам раньше говорили, что женщина после 40 к мамологу. У нас сейчас такие понятия не сохраняются. И сейчас почему-то такие сохраняются, хотя мы говорили с вами, что молодеи, это очень праг. Ну вот, видите, опять же, мы коснёмся приказами здраво, то есть это 572 приказ, то есть всё-таки это идёт удел врача-акушера-гинеколога, то есть это первое звено считается. То есть она должна хорошо ориентироваться в этих заболеваниях, не только мамолог, онколог, но и врачи-гинекологи. Это врачи первого звена, которые принимают на себя женское население большую часть, когда осматривая её. Поэтому, направляя к мамологу, понятно, что гинеколог не будет там детально дообследовать, а то есть он сразу направляет в какие-то центры или в больницу, там при диспансерах, онкологических, там или частных клиниках, независимо от того, то есть на дальнейшем дообследовании. На сегодняшний день уровень-то обследования очень высокий. То есть это называется диагностика одного окна, как сейчас об этом все говорят, это не новость, то есть пациентка приходит, и всё делается сразу же. А что всё? Вот в зависимости от возраста, в зависимости от состояния молочной железы, да, в зависимости от... Ну какие там могут быть обследования? Ну, во-первых, это, конечно, осмотр клинический. Обязательно клинический осмотр. У них ничто не заменяет врача. Вот какие бы умницы ни были там японцы, какие бы они аппараты ни придумывали, да, очень хорошая техника, да, японцы, очень хорошие у них автомобили, у них хорошие очень узи-аппараты, но тем не менее руки врача, они на первом месте. Вот я в этом сколько раз уже убеждаюсь, что руки врача, опыт врача, чувствительность руки, то есть подход к женщине очень огромное значение. Только из одного вот анамнеза, осмотра, можно поставить диагноз, без всяких дополнительных обследований. Ну что у нас сейчас в наличии дополнительно есть? Это, естественно, очень хороший узи-аппарат. Это как уточняющий метод. Если женщине позволяет возраст, объём молочных желёз, это, конечно, маммограф. То есть их, опять же, сейчас в каждой поликлинике города достаточно много. Я не вижу женщин недообследованных, которые приезжают на проверку, на осмотр, на приём. То есть они, многие приезжают уже со своими как бы обследованиями. Маммограф. Маммограф. УЗИ. УЗИ. Осмотр. Ну, естественно, это тонкоигольная биопсия. Если что-то найдено. Если что-то мы подозреваем, если мы что-то обнаруживаем, это тонкоигольная биопсия. Совершенно безболезненная процедура. Совершенно безопасная процедура. Абсолютно. Все говорят, ой, это больно, это не больно. Нет. Это процедура, как любой уколчик. Ну, подумаешь, укол укололся и пошёл. Так ещё Агдем Барто писал. Поэтому вот такие процедурки, как пункция, ну и циатологические исследования. Материалы, которые мы берём при тонкоигольной биопсии, он приходит, и тогда мы получаем результат. Вот у нас остаётся буквально полторы минуты для завершения программы. Надо сказать, что, конечно же, не могут наши, я думаю, что внимательные слушательницы и слушатели знают, что есть генетические факторы, есть анализы на ДНК, которые позволяют выявить предрасположенность. И у нас тоже в городе делают такие анализы. Генетическая предрасположенность есть. Светлана, действительно, вы правильно говорите. Об этом не надо забывать, что рак молочной железы единственное тоже заболевание, которое передаётся по наследству по материнской линии. Если больна мама, больна тётка, значит, бабушка, поэтому женская линия, дочки, дочери, внучки, они должны обследовать так называемое ДНК-обследование, проходить генетическое обследование. У нас это сейчас есть и в Кирове, вот, это исследование на Берсии 1, Берсии 2. Но, к сожалению... То есть специальный такой белок, который подтверждает наследственность, если вероятность рака молочной железы. Да, это не стопроцентное возникновение, но вероятность есть. Единственное, что нужно тут сказать, у нас, насколько я понимаю, сейчас в стране в связи с предрасположенностью не делается превентивных операций, как зарубежно. Пока нет. Пока нет, об этом нужно знать. Просто можно выявить и нужно быть более внимательными к себе. Правильно? Да. Мы сегодня попытались немножечко рассказать о ранней диагностике рака груди с другой стороны. Не пугая вас там огромными процентами заболеваемости и страшными цифрами смертности, а рассказать хоть чуть-чуть о новых технологиях, которые применяются при операции, и заставить, может быть, задуматься, что нужно ходить к врачу-мамологу-онкологу регулярно, женщинам. Конечно. Я благодарю, что мне помогал в этой программе Михаил Анатольевич Александров. Спасибо. Мамолог-онколог, которому я говорю огромное спасибо лично. И мне кажется, что нам нужно будет продолжить этот разговор, раскрывая такие вот важные, но маленькие, короткие такие аспекты. Более узкие. Более узкие. Узкие темы, касающиеся рака молочной железы. Не хватить всё сразу. Конечно, спасибо большое. Рак груди не приговор. Мы вам говорим. Слушайте доктора. И ещё раз благодарность онкологу-мамологу Михаилу Анатольевичу Александрову. Всем до свидания. До свидания. Слушайте доктора.